МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Внедрение на дорогах к Беларуси системы электронного сбора платы за проезд не должно снизить транзитные потоки и затронуть интересы граждан. Такое требование сегодня озвучил президент на совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта создания терминалов для дорожных сборов. Такая необходимость созрела уже давно, ведь Беларусь расположена на пути крупных транспортных потоков, и из этого можно извлечь прибыль. Вырученные деньги направят на развитие инфраструктуры дорог. Мы обсудим, возможно, примем необходимое решение по одному из важнейших инвестиционных проектов, которые нам предстоит реализовать. Речь идет о внедрении системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по отечественным дорогам. Это нововведение главное не должно затронуть интересы белорусских граждан, тем более ухудшить их благосостояние. Поэтому мы решили на таком высоком уровне обсудить данный проект. Правительство мне, в первую очередь, должно доложить, насколько объективно изучен вопрос самой стоимости создания подобной системы на мировом рынке и для нашей страны, и какова степень инновационности данного проекта. Во-вторых, как проработано участие в данном проекте отечественных организаций. Какова доля этого участия, так же возможно ли создание подобной системы собственными силами. Внедрение этой системы не должно снизить транзитные потоки через нашу страну. Президенты Белоруссии и Туркменистана сегодня в телефонном разговоре обсудили реализацию совместных проектов. Александр Лукашенко и Гурбан Гулыберды Мухамедов выразили единое мнение о том, что к 20-летнему юбилею установления дипломатических отношений, который будет отмечаться в январе следующего года, наши страны подошлись с серьезными успехами. С хорошей динамикой реализуются договоренности, достигнутые в рамках официального визита президента Туркменистана в Минск в апреле этого года. Александр Лукашенко подчеркнул важное значение созданного Белорусско-Туркменского делового совета и предложил провести его первое заседание уже в октябре в Ашхабаде, где белорусская делегация примет участие в 4-м международном инвестиционном форуме. Президенты обсудили также ход реализации крупнейшего совместного проекта по строительству горлыкского горно-обогатительного комбината. Александр Лукашенко предложил создать на базе одного из туркменских учебных заведений совместное учреждение образования по подготовке квалифицированных кадров среднего звена для работы на комбинате. Президенты выразили надежду на скорую встречу в Ашхабаде в рамках саммита глав государств СНГ, проведение которого запланировано в ноябре текущего года. Беларусь заинтересована в более динамичном развитии взаимоотношений с Израилем. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Руссо сегодня в Минске на встрече совместного Белорусско-Израильского межправительственного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Было отмечено, что у двух стран есть перспективы для развития взаимодействия в новых отраслях, в частности в области недвижимости и высоких технологий. Обсудили также новые инвестиционные проекты и возможности расширения сотрудничества в области сельского хозяйства. Около 280 миллионов инвестиций с израильской стороны пришло на территорию Белоруссии в различные сферы. Ну а основополагаю, что это сфера развития агропромышленного комплекса. Сюда поступают новейшие технологии в развитии птицеводства, производства свинины, молочного скотоводства, технологии переработки. Мы с вами создали чешские отношения, которые еще и позволяют нам очень эффективно работать. Вот в туризме, например, мы в протоколе записали, что в ближайшем будущем мы разработаем механизм для облегчения визового барьера. Это позволит большему количеству людей посещать Беларусь. В США бушуют лесные пожары, тысячи туристов и местные жители были эвакуированы из окрестностей Лос-Анджелеса из-за сильного огня. Пламя охватило более полутора тысяч гектаров леса, около 700 пожарных, 6 вертолетов, 30 пожарных машин. Даже такой состав не может справиться со стихией. Работу осложняют погодные условия. Не справляется с лесными пожарами и Португалия. Лиссабон просит помощь в борьбе со стихией. В стране не хватает авиатехники. Сильные ветры, жара и засуха разжигают пожары один за одним по всей стране. На территории Португалии около 10 крупных очагов возгорания. Известно об одном погибшем. В Германии на забастовку вышли работники авиакомпании Люфтганза. Стюарды на 8 часов прекратили свою работу. Акция протеста затронет аэропорты Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена и причинит значительное неудобство тысячам пассажиров. Во всей Германии уже отменено около 300 рейсов. Спор между профсоюзом и крупнейшей авиакомпанией Германии длится уже более года. Сотрудники организации требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. В минувшую пятницу подобная забастовка уже проводилась, однако не привела к каким-либо результатам. Белфаст, столица Северной Ирландии, приходит в себя после масштабных беспорядков, которые накануне прошли в городе. В результате столкновения интересов религиозных общин пострадали около 50 полицейских. Стражи порядка вмешались в конфликт после того, как воинствующие стороны применили палки и камни. Для наведения порядка полицейские использовали резиновые пули и водометы с краской, чтобы потом вычислить нарушителей. Католики и протестанты в Северной Ирландии по-разному смотрят на отделение региона от королевства. На этом фоне между ними происходит массовое столкновение. В Испании продолжает сыпаться банковская система. Правительство в срочном порядке выделило около 4,5 миллиардов евро одному из крупнейших финансовых институтов страны. Банковский конгломерат Банкия был сформирован в 2010-м за счет слияния семи региональных банков. В течение 2012-го он нес огромные убытки, связанные с кризисом на рынке недвижимости. А этим летом ситуация стала угрожающей. Акции банки обвалились почти наполовину. Карточный домик, который все больше напоминает экономика Евросоюза и отдельно взятых стран, рассыпается по первому кризисному дуновению. Сложная ситуация в Испании стала логичным продолжением греческой трагедии. Полиция Норвегии прекратила поиск сообщников Андреса Брейвика. Согласно постановлению суда ОСЛА, ордена тамплиеров, рыцарем которого считал себя террорист, не существует. И поэтому причин продолжать поиск ячеек этой организации нет. Кроме того, полиция не будет использовать данные из книги, в которой опубликованы более 7 тысяч электронных писем норвежского стрелка. Напомню, в прошлую пятницу террориста приговорили к 21 году тюрьмы с возможным продлением срока на 5 лет при каждом пересмотре. Брейвик признан виновным в убийстве 77 человек. Ольга Коршун, телекомпания СТВ В Беларуси подсчитывают рекорды жатвы 2012. Так, общий вес хлебного каравая Могилевской области достиг показателя в миллион 380 тысяч тонн. Этот результат лучший за всю историю региона. При этом пять сельскохозяйственных организаций области достигли урожайности свыше 70 центнеров с гектара. Напомню, всего в республике намолочено 8 миллионов 780 тысяч тонн зерна. Кроме того, практически все регионы, за исключением Витебской области, выполнили госзаказ по пивоваренному ячменю. На склады поставлено более 150 тысяч тонн сырья. И лидер здесь Брестская область с показателем почти в 40 тысяч тонн, что на 13% превышает запланированный объем. Похолодание и возвращение дождей к выходным, обещают синоптики, такую погоду принесет нам холодный атмосферный фронт со скандинавского полуострова. Кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны. Днем местами возможны грозы и усиление ветра. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов. В международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2012» примут участие юные артисты из 12 стран. Причем впервые выступят представители Израиля, Албании и страны-хозяйки взрослого «Евровидение-2012» Азербайджана. Кто представит на престижном музыкальном форуме «Беларусь», станет известно 21 сентября. В этот день состоится финал республиканского конкурса. Детское «Евровидение-2012» пройдет в столице Нидерландов, Амстердаме, 1 декабря. И последнее. В Витебске свадебным кортежем запретили сигналить. Нововведение распространяется на пешеходную улицу Пушкина. По традиции местных свадеб молодожены с сигналя едут к памятнику русского поэта. Теперь в начале улицы установлен знак, запрещающий подачу подобных мелодий. В управлении госавтоинспекции этот запрет объясняют многочисленными жалобами от отдыхающих в этом уютном месте города, которым мешают гудки свадебных машин. Кроме этого, здесь установлены и камеры видеонаблюдения. Те, кто будет игнорировать запрет, ждет предупреждение или штраф до 300 тысяч рублей. Выпуск продолжит спортивное обозрение Александра Ярмаша. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова